Не успели сдать в эксплуатацию, уже испортили вандалы. Ремонт в подземных переходах на Московском проспекте завершился в конце прошлого года. 31 декабря строители полностью закончили реконструкцию. На эти цели из республиканского и городского бюджетов было выделено более 50 миллионов рублей. В список попали шесть объектов. Работы велись на протяжении полугода. В течение этого времени ремонтникам не раз приходилось выслушивать недовольство со стороны горожан, изменилась ли ситуация. Разбитая входная группа подземного перехода на остановке Акмечеть. Первое, что бросается в глаза пешеходов, это искореженная железная конструкция. Работы на данном объекте были завершены в конце прошлого года. В подземке установлены камеры видеонаблюдения, чтобы защитить ее от вандалов. Но объективы оказались бессильны. Видеокамеры же устанавливают, а толку нету. Кто за этим следит, непонятно. Никак уж не поборешься, охранять же не будешь стоять здесь. Молодежь и днем, и ночью здесь хулиганит. Дома надо работу вести с молодежью, побольше говорить. Может быть, задействовать их, какие-то клубы открыть. Участковые могут что-то какие-то с подростками провести беседу, я так думаю. Акты вандализма не считаются гарантийным случаем. Тем не менее, в течение полугода строители будут устранять повреждения. У подрядчиков остался материал для проведения повторной реконструкции. В подземках на остановках Гренада-Пош-Депо проблем хватает и без вандалов. Некачественно сделанная гидроизоляция стала причиной потопа в переходах во время дождей. Гренада, небольшие протечки были, и здесь на Пош-Депо тоже были. Ну, вот весна придет, покажет. То есть, как бы, если течь где-то что-то будет, будем все исправлять. В случае чего устранять недочеты подрядчику придется за свой счет. Причем не только в упомянутых переходах. По словам пешеходов, наблюдать копиль можно и в подземке на остановке Тимирязевский проезд. Они до сих пор еще не доделали это все. Вода, если вот дожди идут, тоже что бежит. Вот здесь это самое, много кое-что еще нет. Но я конкретно не разглядываю сейчас вот это все. А вообще долгое-то время это все было не доделано. Согласно договору, работу подрядчик оплатит только после ее полного завершения приемки. Так, часть денег за проведенную реконструкцию объектов была перечислена после сдачи их в эксплуатацию в конце прошлого года. Оставшиеся средства переведут при условии отсутствия проблем с гидроизоляцией.